всем привет я рада что вы заглянули на это видео сегодня будет очередное видео из серии о брендах у меня недавно вышли видео о брендах essence catrice также есть видео о брендах white and wild kiko bh cosmetic все ссылки я оставлю в инфобоксе если вам интересно сегодня я бы хотела поговорить о бренде maybelline у меня много очень косметики maybelline я люблю этот бренд я считаю что это отличное качество за отличную цену если еще по скидкам то вообще супер и у меня вот целый набор косметики надеюсь видео не будет слишком длинным поэтому я сразу уже приступлю к отзывам у меня есть что-то из каждой категории и как раз таки сегодня когда я собирала всю свою косметику от maybelline я поняла что у меня нету ничего и никогда не было для бровей вот этого бренда я исправлю эту ситуацию когда-нибудь обязательно что-нибудь попробую знаю сейчас хвалят их помадки потом туши для бровей по-моему очень хорошие ну давайте приступим я бы хотела начать с самых таких фаворитов это почему-то именно косметика для тона кожи давайте начнем с праймера у меня пока что только один но я не буду попробовать еще потому что этот мне очень сильно понравился это face studio prime protecting primer как бы немножко защищает кожу от чего-то но по крайней мере spf 30 уже хорошо и мне нравится он не думаю что именно для комби жирной кожи но для нормальной сухой мне кажется подойдет хорошо он сглаживает кожу немножко так поры делать принципе то что должен делать праймер отготавливать кожу к нанесению тона с этими задачами он справляется у меня есть два тональных два моих любимых вариант к сожалению по моему в странах давайте так назовем в общем недоступны это именно luminous smooth подсвечивающая выравнивающая тональная основа это прям то что мне нужно всегда в тональных то что я ищу чтобы кожа как бы светилась немножко таким здоровьем но при этом не подчеркивались морщинки или какие-то поры вот все задачи выполняет этот тональная основа это уже моя вторая банка наверное и вариант именно порлес что-то там у меня тоже был это самого ужасно тональная основа которая мне попадалась она не работала но и как-то подстраивала праймерами еще что-то как-то ее добила не знаю зачем это куча но она не сама ужасно но на мои поры не выравнивала а наоборот них проваливалась просто идеальный вариант на макияж который должен носиться долго если у вас какие-то планы мероприятия вам нужно стойкая тональная основа это суперстей 24 часа лучшая тональная основа для меня именно в бюджетном сегменте по стойкости по покрытию кожа выглядит ну как куколки идеальная просто знаете как вот канва для нанесения всех остальных шагов скажем так я бы не советовала ее носить каждый день она все-таки утяжеляет кожу может немножко и подсушивать здесь наверняка есть алкоголь и ну вот максимум два раза в неделю я могла бы ее носить вот сейчас например когда у меня начинается сезон покраснение после кислоты так далее бывает такое вот виши дермаблент меня выручает и вот эта тональная основа если знаю что мне работать там целый день еще что-то то вот вариант которому я возвращаюсь снова и снова и это одна из моих самых любимых основ ever пудры у меня не было какой-то другой по моему хвалят фитми я знаю но я почему-то взяла вот эту потому что я все-таки линейку обожаю это суперстей пауна это пудра из этой линейки она очень пигментирована ее можно наносить в чистом виде как на праймер какой-нибудь вот если у вас не очень сильно там есть что замазывать можно использовать эту пудру вместо тональной основы вы знаете как компактная пудра тональная основа знаете есть такое но я использую так кистью легким таким слоем на всю кожу и мне она очень нравится на очень стойкая опять-таки может быть и не на каждый день стоит ее носить она все-таки матирует дам продлевает стойкость макияжа вот пишет даже что она против пота и жары вполне верю и давайте еще этой же линейки я покажу консилер который мне не так давно но я его уже полюбила он знаете дополняет всю эту линейку если вам нужен мега стойкий макияж вот все в этом месте используете и все будет нипочем но опять-таки это неестественный макияж не ваша кожа знаете красивая сияющая это очень замаскированная такая знаете кожа и это почти что неестественно да но если нужно какие-то моменты не вот при определенных ситуациях для съемки особенно например если вам нужно то консилер тоже очень хорошо замазывает просто но на пять с плюсом немножко может подсушить кожу и немножко подчеркнуть морщинки вот это такой вот нюанс но стойкость покрытия супер это новенькие fit me оттенки 10 баф это самые такие естественные навязчивые румяна на каждый день оттенок просто обалденный он сегодня у меня на щеках очень красивый осенний оттенок как мне кажется это скорее вариант для более светлой кожи я бы так предположила я не знаю возможно для более темной тоже подойдет у него есть легкий такой подсвечивающий эффект у него у этого оттенка я имею ввиду легкий подсвечивающий эффект такой ну не то чтобы сатиновый но вот почти что сатиновый да он не наглухоматовый вот этот оттенок очень красиво как-то так освежает кожу подсвечивает это прям супер вариант я знаете не боюсь переборщилила беру кисть чик чик нанесла отлично смотрится отлично носится если хочется потемнее оттенки у них тоже там есть по моему чистоматовые есть я для себя не ожидала что я когда-нибудь полюблю кремовый румяна это случилось у меня с вот этими малышками dream match blush у меня оттенок 10 flirty pink какая-то такая текстура они так сливаются с кожей прям тают так тушуется хорошо конечно здесь какие-то силиконы то что позволяет вот так хорошо тушеваться ложится соединяться с кожей да не мега какая-то бешеная пигментация прям то что нужно я буду с удовольствием пользовалась именно даже либо спонжиком либо кистью вот прямо так втушевала вытягивала вверх мне очень нравится эти румяна они супер комфортные и шелковистенькие есть это бронзер в оттенке 100 cool он у меня есть я им пользуюсь я его люблю но это не самый мой любимый вариант не самый мой любимый оттенок он немножко такой вроде и тепловатый не слишком такой прохладный да ну не слишком рыжий нет но он почти незаметен на коже вот честно у меня очень светлая кожа то есть мне такие оттенки в принципе подходят но его нужно вот очень сильно наслаивать наслаивать наносить кто любит такие более естественные бронзеры тому это просто идеальный вариант я вот не люблю сильно слишком темные либо слишком пигментированный но и мне хочется чтобы было видно какую-то знаете форму лица да в общем этот бронзер мне нравится но потемнее оттенки я не стала брать потому что там какие-то блестки были мне кажется уже миллион раз показывали люди рассказывали люди блогеры между о этих тенях это у меня уже не знаю какая банка у меня были и бронзовые еще какие-то вот заканчиваются крим де роз который использую как базу под тени он уже project pen как видно я купила недавно замену им это какая-то лимитка было я так понимаю urban aid оттенок он просто идеальный оттенок в складку подложка да можно использовать такие оттенки консилера так как оттенок кожи я люблю тоже такие оттенки но иногда мне хочется более интенсивного оттенка и вот этот вариант просто супер и когда они новые они таких кремовый они такие классные потому что когда они со временем уже подсыхают они становятся такие все что пластилиновые не очень удобные в работе день и которые у меня тоже если никогда не попала вот эти нюды еще какие-то там палетки не знаю я сколько раз пробовала мне ничего не впечатлило так и ничего не купила зато вот эти малышки мне очень понравились по дизайну по идее оттенков и city mini palette у меня оттенок 480 matt about town именно вот этот вариант удачный это только матовый оттенок они не слишком пигментированные они почти что полу сатиновые что ли но они не с шиммером нет очень такие интересные шуковистые мягкие чтобы их наслоить и сделать более интенсивный макияж вот пожалуйста подложка кремовые тени а так они будут ну очень естественно на глазах конечно если наслоить вот этот темный в складку то будет более интенсивный но вот вот эти остальные оттенки они очень незаметны на коже на глазах они как-то естественно смотрятся в общем нужно постараться чтобы их наслоить но само качество теней мне почему-то нравится они такие мягенькие они такие удобные в использовании я почему-то вот так спешу что-то еще что-то взяла вот какой-то там естественный оттенок подвела стрелку чуть-чуть и побежала вот для быстрого макияжа очень неплохой вариант туши у мэйбелин мне честно признаться не очень нравится я сколько пробовала у меня были очень разные многие но вот что-то мне не очень нравится я всегда хвалю и почти все люблю туши в акс фактор лореаль а вот мэйбелин вот одна только мне вот запала душу но она лучше вообще это мэйбелин наш сенсейшного full fan эффект у меня кстати был оттенок коричневый что-то там классный вариант на каждый день и слишком черный такие интенсивные тяжелые ресницы если вы светленькая и черные туши иногда смотрятся не очень гармонично то вот коричневая тушь пожалуйста классная кисточка очень классные ресницы делала придавала им изгиб хорошо смывалась не осыпалась классная классная тушь а чего я знаете не очень в но иногда вот покупаю и вот не знаю супер стей опять-таки 7 дней ну черные конечно лаки для ногтей вот они как-то смотрятся на ногтях не очень честно я больше люблю катрис лаки и ногтей и вот мэйбелин не самые мои любимые вот если вы пробовали и любите посоветуйте какой-то оттенок хороший а вот еще для глаз одно средство это карандаш новенький тату лайнер очень стойкий очень мягкий очень пигментированный хорошо тушуется держится носится просто вообще никаких претензий к этому карандашу у них появились разные интересные оттенки не только черный коричневый да какой-то там даже зеленоватый розовое золото еще что-то это помадки классические помадки от мэйбелин у меня было уже не знаю сколько оттенков и матовые и такие-сякие очень много разных оттенков мой один из самых любимых оттенков это холлоуид ред я не помню номер но он такой не красный это ягода ну такая какая-то носибельная почти что сливовая покупала себе не раз маме мы очень любим этот оттенок но иногда уже надоедает да хочется чего-то другого взяла другой оттенок неплохой 407 last affair тоже такой носибельно каждый день пахнет вкусно я люблю эти помады и мне такой красный классический есть такой очень красивый называется 800 это болт линейка нужны такие интенсивные дмпи такие губки относительно новая линейка у них вот такой вот супер стерея инк район это помадка в карандаше стойкая неплохая но там не все оттенки хорошие кстати она может немножко скукоживать губы делать их такими не очень секси рассказала я обязательно подвожу контур я пользуюсь им но это не мой самый любимый такой вариант я бы сказала еще из этой линейки у меня есть шикарные матовые помады это самый стойкий помады ever наверное опять-таки супер стей нет инк мне в двух оттенках 15 и 115 темный не нравится такие оттенки если они там местные или вы умеете их носить и нужно носить с уверенностью мне так кажется вот на какие-то праздники на вечерний макияж я люблю такой оттенок а это такой более ежедневный но как-то на моих губах не очень ярко выглядит я бы сказала делает мою внешность немножко скучновато и вот не удавая помада которую я кстати не так часто ношу она вот как-то какой-то уже не очень свежий выглядит кстати надо ее попробовать может она испортилась vivid hot lacquer это такая жидкая помада влажная лаковая такая да это для меня жидкий блеск это никакая не помада вообще возможно это и кремовая помада когда она питается немножко губами да неплохой вариант но это не стойкий вариант это такое знаете накрасил потом поел опять накрасил если кто не любит вот матовые помады сухие губы вот для вас это вариант неплохой блеск для губ не нравится кристалл я взяла такой знаете нюдово бежевые его нужно носить и в самостоятельном виде и как топер на помады хороший блеск сияет пахнет вкусно не самый стойкий но блеск как блеск есть несколько карандашей для губ мне кстати вот эти деревянные нравится больше всего они очень пигментированный комфортно хорошо уделяет контур не будет как-то странно еще что-то очень очень хороший карандаш и оттенок очень интересный 6 3 0 5 сочетается с многими помадами а вот эти новенькие в таком карандаше автомат который нужно выкручивать можно подтачивать кстати мне нравится очень оттенки у меня есть дасти рауз и что-то какая-то другая у нас по моему очень красивые оттенки я обожаю такие оттенки и я бы носил их каждый день но я не фанат от этой формулы у меня есть похожие от с они очень стойкие прям супер стойки но они какие-то более подвижные флексибельные если можно так сказать эти вот вы нанесли они как застыли и они потом вот могут такие затем делать сухие губы трещинки на губах и могут вообще крошиться звук они до стойкие но если какая-то формула не подходит им с какой-то помадой блеском он испортит ту форму честно если он сотрудничает с ней да вот как-то подходит они друг другу то получается очень стойкий макияж губ и вот эти карандаши можно использовать в чистом виде просто рисовать губы карандашом и будет очень стойкий макияж губе вот и классно и как-то так и не очень мне не очень нравится эта форма был у меня кстати хайлайтер в каком-то таком оттенке очень скромном я его подарила подружки мне кажется он не больше подойдет потому что я не думаю что ей прямо нравится такие яркие хайлайтер а-ля бека еще что-то и я такие почему-то еще не купила у них есть более таки сияющие extreme вариант мне они какие-то слишком сияющие слишком много в них блесток оставьте комментарии какой ваш любимый продукт есть у этого бренда maybelline что вы любите и можете посоветовать возможно я еще что-то не попробовала и с удовольствием попробую спасибо вам за ваше внимание я вам желаю отличного дня и настроения мы увидимся в моем следующем видео пока пока а